И всем привет ребят, с вами Мистер Баник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний у нас видеоролик посвящен новому интересному сочетанию и обновлению, которое у нас появилось сегодня в игре. Сегодня у нас подвергся балансу Страйкер и это тот самый момент, когда мы записываем игровой видеоролик на Викинга Страйкере. Непосредственно вы видите, как я уже гружусь в бой, потому что каточки были записаны до данного видеоролика. Сейчас мы просто посмотрим, поговорим и обсудим. Попытался выложиться на максимум, поэтому если вам заходят игровые видосы, если вам нравятся быстрые врывы с новыми вооружениями, и вы хотите их видеть чаще и хотите увидеть еще, как минимум, пару-тройку комбинаций с новым Страйкером, который сегодня появился, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Что касаемо моего сегодняшнего теста, то я выбрал Викинга Страйкер с бустером. По резисту у меня все дефолтно, устройство на корпус даже никакое не узал, решил просто зайти в катки и посмотреть, что можно сделать на Страйкере. Первый бой я решил просто снять все устройства на пушку, которые только есть, сыграть без устройства, обычный дефолтный Страйкер и посмотреть, насколько жестко он накидывает урон. Из того, что я увидел и что получилось, могу сказать, что Крит вылетает, не сказать, что очень часто, в среднем где-то на пятой, шестой ракете, бывает иногда на четвертой, но там небольшой рандом есть в этом плане, но ракета дает в два раза больше урона. То есть критическая ракета это возможность быстро в легкую развалить кому-то кабину. Плюс этого Страйкера в том, что если ты не имеешь никакого устройства, то у тебя обычная дефолтная сводка не занимает особо длительного времени и дает целых четыре ракеты. Также на эти четыре ракеты шанс, ну, наверное, где-то процентов 70, что одна из ваших четырех ракет в залпе будет с Критом. И этот шанс, я считаю, что очень даже неплохой. Это отличная возможность ваншотнуть любой танк. Также, если вы играете с бустером, есть возможность пованшотить два танка. Плюс, вот как вы видите сейчас, например, Критом сразу три танка улетело, два Харька и плюс еще один танчик, который просто улетел с Крита резист с, наверное, даже защитником, может не защитником, не знаю, не суть важна. Но резист 50% был, но троечка красивая ему в Харечку прилетела. Соответственно, это тоже очень неплохой вариант для уничтожения противника. Понятное дело, что для этого страйкера было бы неплохо играть на каких-то маленьких картах, где противник больше кучкуется. То есть, кучи, например, той же осаде, которые пробиваются или еще где-то, да даже в ЦП на каком-нибудь песке или же условном перекрестке, выглядело бы, наверное, очень даже сочно и возможность набивать по 30 киллов в каждом бою есть колоссальная. Я считаю, что страйкер с такой комбинацией будет намного актуальнее и популярнее теперь в матчмейкинге. Понятное дело, что пока у нас первый день резистов от него практически нету. В этом бою, например, был только один резист. Ну и, соответственно, у нас есть отличная возможность его грамотно реализовывать. И все вы знаете, что как бы бить по безрезисту это всегда по кайфу, всегда залетает очень большое, хорошее количество урона. Ну и возможность реализации, например, с такой комбинацией. Неплохой вариант, но я не скажу, что это лучший. Все-таки Викинг хоть и самый дефолтный средний корпус, я бы не сказал, что это лучший корпус для реализации его со страйкером. Все-таки нужно понимать, что у Викинга есть шикарный овердрайв, с которого можно давать большое количество киллов. Ну а страйкер не подходит практически никак к грамотному использованию овердрайва Викинга на практически любой карте. То есть очень сложно на страйкере грамотно и четко реализовать овердрайв. Все-таки это ракеты и нужно искать очень крутой жесткий тайминг, чтобы не надамажить ни себя и по возможности слить как можно больше противников. Поэтому я не отдавал бы свое предпочтение Викингу в использовании данной пушки. Лучше бы, наверное, попробовал тот же Харек, тот же Хантер даже. Может Хоппер, я не знаю, что там с Хоппером сегодня случилось. Может быть его вообще очень дико понерфили. Но если вам интересна эта пушка, если вы хотите увидеть, то напишите по этому поводу в комментариях. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем еще пару-тройку тестов на страйкере сделать. Есть уже пару идей, но может у вас есть еще лучше идеи, чем у меня. И мы вместе с вами что-нибудь подобное крутое запишем. Но что касаемо данного боя, то я могу сказать, что страйкер себя показал довольно-таки неплохо. Я бы не сказал, что сверх великолепно. 20-30 килов стабильно данная пушка может давать. Ну и крит урон, который вылетает по безрезу с бустером. 3-600, если я не ошибаюсь. Это очень неплохо. То есть, если у противника нет еще и брони, вы даете с бустером, то это около 7500. Если же вы играете с ураном, как мы сыграем сейчас через минутку в следующей катке, и вы даете бустер по противнику, у которого нет резиста и нет брони, то это 11000 урона. То есть, ну больше десятки вы даете, это вообще до свидания. Очень жестко. И по сути, это дает вам возможность реализации очень интересной комбинации, которую, возможно, в ближайшее время я вам покажу. Если вы, ну конечно же, проявите какую-то определенную активность. И все наши игровые видосы до этого были популярны, может, не знаю, что-то поменялось. Если нет, то в ближайшее время, я думаю, что сможем все это дело тоже реализовать. Со сводкой мне очень понравилось играть на этом страйкере. Максимально качественно работает быстрая сводка четырех ракет. И за счет этой сводки практически и можно набивать большее количество киллов. Качественная работа, постоянная сводка по средним, по тяжелым танкам дает вам возможность отличного набития киллов. Ну и в дальнейшем, конечно же, зарабатывание кристаллов и опыта. Ну а что касаемо второго боя, как я уже сказал, я его решил тестануть с ураном, страйкерочек. Раньше это был, вообще, мой самый любимый страйкер. Пока, конечно, в нем было четыре ракеты, а не две в залпе. На сводке. Ну а теперь же с ним можно играть исключительно, выдавая по одной ракете и пытаться, стараться, надамаживать по максимуму. Нас пикает на Red Alert. TDM. Отличная карта. Отличный режим. Пробуем реализовать страйкер с ураном. И, как я уже сказал, у вас есть возможность нанести урон больше десяти тысяч. Это, ну прям, очень жестко. Ну прям, реально жестко. То есть, если вы с одного страйкера можете всунуть в типа больше десяти тысяч, это вам дает возможность ваншота любого танка с бустером. Плюс, если вы еще это дело делаете со сводкой, то это, ну, может, даже там на Джаггера можно потянуть. Да, вот так вот. Пять пятьсот. Пять пятьсот. А если это с бустером, то это, соответственно, одиннадцать тысяч с крита. Нормально? Очень жестко. Прям очень жестко. И я, конечно, ну, когда увидел его, удивился очень сильно, что такие цифры вылетают серьезные. Но я думаю, что страйкеров в матчмейкинге появится в ближайшее время намного больше. И те ребята, которые любят эту пушку, они обязательно на нее вернутся. Все-таки сейчас у нас в матчмейкинге есть отличная возможность использования большого количества разного вооружения. И оно будет ничем не хуже страйкера. Но этот страйкер после сегодняшнего обновления реально зацветет новыми красками. И игроки, которые умеют играть с этой пушкой, подчеркну, умеют играть, потому что эта пушка является, ну, не самой простой. С ураном так тем более ее реализовать не так просто. Будет наваливать по красоточке. Начинаем катку не совсем жестко, да, 6 киллов за 2 минуты. Я, когда видел это количество, думал, что, ну, все, Габелла, 6 киллов за 2 минуты. Что я тут смогу набить в сумме? Ну, около 20 и все. Да, то есть в дальнейшем катка пошла намного жестче. Плюс у вас есть отличная возможность сплэш урона. Да, то есть, ну, вот единственное, что мне не нравится, то, что реализовать овердрайв. Очень тяжко. Ну, прям на Викинге прям, ну, вы видите, насколько медленно летят ракеты. И противник, если хочет, всегда сможет от них уворачиваться. Единственное, чем вы можете удивлять и как-то грамотно реализовывать, это сближаться. Но сближаться с противником на пушке, которая наносит колоссальный сплэш урон, тоже очень рискованно. Поэтому здесь палка в двух концах и не всегда можно грамотно вблизи реализовать этот страйкер. Поэтому здесь уже на свой вкус и цвет вы можете выбирать устройство, да, либо играть, например, без устройства, либо играть, например, с 8-ступенчатым страйкером, который можно реализовать в том же джиггернауте или же в матчмейкинговых боях, где вам надо наносить большое количество урона по одному танку. Но я бы сказал, что в осаде, наверное, даже такого сильного прям урона не надо. И вам будет достаточно того же, либо страйкера без никакого устройства, либо урана. И, в принципе, на этих двух устройствах можно закончить. Ну и есть, конечно, еще дистанционный подрыв ракет, на котором я играть не умею. Это тоже очень крутое устройство. И его, я уверен, что можно тоже очень грамотно реализовывать. Но я, пожалуй, его тестировать не буду. Все-таки для него надо какие-то сверх прямые руки, сверх жесткую стойкость. Потому что у меня там всегда два раза клик один и тот же срабатывает. И моя ракета почему-то всегда взрывается передо мной. Я не могу контролировать эти подрывные ракеты. Есть профессионалы, которые это делать умеют. Ну и я в этом плане баточек такой. Баточек, который не умеет все это дело грамотно реализовать. Очередной овердрайв я уничтожаю два танка. То есть, в очередной раз показывает то, что реализовать викинга со страйкером довольно-таки тяжело. Да, понятное дело, что вы мне скажете, «Та я смогу! Та я-то папа!» Да я уверен, уверен, что вы сможете, вы сможете. Ну, я, к сожалению, ну не такой жесткий. Не такой жесткий, как вы, наверное. Поэтому я, ну, не сумел реализовать грамотно. И я считаю, что есть намного лучше корпуса, на которых можно поиграть с данной пушкой. Ну, а так, в общем и целом, очень неплохая пушка на накидку урона. Отлично можно заменить тот же гаус, тот же гром использованием этого страйкера. С молотом я, конечно, бы поспорил. Молот все-таки тоже очень-очень крутой. С мака, с автопушкой тоже, например, с тем же там хоречком очень крутая. Но можно потестить всякие разные комбинации. И тут уже главное, насколько вам самим нравится данная пушка. Если вы ее любите, она вам нравится, вы играли на ней раньше, долгий период времени, то вам определенно стоит взять ее прямо сейчас. Потому что этот апп чувствуется. Да, то есть разработчики видят, что на страйкере стали играть меньше. Опачки! Сделали х2 крит урончик. И пушка сразу зацвела другими красками. И у вас сразу есть дополнительная возможность грамотной реализации такой вот интересной, как по мне, пушки. Минута до конца остается. Мы ведем каточку 39-36. Я уже в этот момент подумал, что сейчас это габельная, короче, подъедет. И мы сольем очередную катку. Но здесь под конец очень сочные киллы залетели по пятерочке. Просто вот так вот хоп-хоп, цик-цик, туда-сюда, одному, второму, третьему, четвертому. Залетают эти страйкерочки по 2700, по 5000, да. То есть, ну, очень хороший урон, прям реально. Ну, то есть, 2700. Что вам говорит 2700? 2700 это почти ваншот среднего, если он фулл прокаченный. И стабильный ваншот каждого легкого танка. То есть, если у нас в матчмейкинге какой-нибудь там CTF-очки играют одни васпики хорнаты, то, ну, вы понимаете, что вы можете творить. Вы можете каждую катку стабильно за 30-ку улетать. Просто стабильно за 30-ку. При том, что у вас также есть возможность выдать максималочку с критом. Ну, просто держите в голове 11 тысяч, 11, просто 11 с одного страйкера. Это очень дикая тема. Поэтому, как я уже сказал, если он вам нравится, если вы тот самый любитель страйкера, да, если у вас его нету, то, наверное, не стоит его брать. Ну, не стоит. То есть, потому что вы пока там привыкнете к этой пушке. Если вы скажете, что я чел, который вообще не разбирается, скажете, что это говно, то лучше не покупать. Если вы шарите за страйкер, если вы знаете эту пушечку, играли на ней раньше, и сейчас просто думаете, стоит ее брать или нет, то я вам скажу. Определенно, да? Берете в матчмейкинг контроль точек, TDM, осадочка. Эти три режима 100% четко, идеально, грамотно подходят для реализации данного страйкера. Что касаемо корпуса, здесь уже ваше право выбора. Можно Хантер, можно Хорек, можно Хоппер. Пробуйте, пробуйте, тестируйте. Викинг это лишь один из вариантов реализации. И, как я уже сказал, далеко не самый качественный и лучший для этой пушки. У меня, друзья, на этом все. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать ее лайком, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. С вами был Мистер Ванька, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok